И так, как показал отечественный опыт 60 последних лет прошедших, надежная охрана территориально распределенных объектов, в том числе и границ государств, невозможно без возведения по их периметру сплошных инвестиционных заграждений. Дополнительно, они обеспечивают тактически важную задержку нарушителей, психологически отсекают случайно, юридически обозначают зону ответственности. СССР начал возводить на сухопутные границы сплошное сегмуляционное заграждение протяженностью около 17 тысяч километров в 50-е годы прошлого века. Сначала она называлась система С-100, потом С-175 и, наконец, в 80-е годы пришла эпоха комплекса С-185. К концу 80-х годов сухопутная граница страны была равнопрочно прикрыта с инвестиционным комплексом ГОБИ и остатками системы С-175. Ее главными преимуществами были равнопрочность и колючая укрепленность, главными недостатками невысокая сегмуляционная надежность, затрат на созведение и техническое обслуживание. После этого наступил провал, вызванный известными событиями распада СССР. И вот спустя 30 лет можно переосмыслить опыт построения протяженных сегмуляционных заборов длиной около более сотни километров в годах. Этот опыт был, безусловно, взят на вооружение Израиля, который, собрав деньги со всей мировой диаспоры, в 2003-2005 годах возвел сплошное сегмуляционное заграждение длиной около 850 километров на границе с Парестинской автодомой. Поконная стоимость такой стены составила около 3000 долларов за метр. В настоящее время президент США Трамп начал строительство очень дорогого сегмуляционного забора на сухопутной границе с Мексикой около 3000 километров с клонированной погоной стоимостью около 10 тысяч долларов за метр. Конечно, наша страна не может в настоящее время позволить себе такую роскошь и границы наши куда больше. Помимо этого в России, к сожалению, утвердилась порочная практика выделения средств на охрану по остаточному принципу. И стоимость даже больше 150 долларов за метр считается высокой. Кроме того, существует проблема подготовленного или осведомленного нарушителя, который, видя и зондируя сегмуляционный забор, может попытаться обойти его тем или иным способом. Например, глубоким подкопом, что уже делалось в Израиле и США, с помощью современных миниатюрных летательных аппаратов, ну в том числе и мото-дельтапланов, построением высокого моста и так далее. Частичное решение этой проблемы, например, применение системы интеллектуального видеонаблюдения, резко увеличивает стоимость владения. Для усиления охраны отдельных направлений, территориально распределенных объектов используются различные технологии. В их числе занимает значимое место маскированные автономные сигнализационные комплексы и средства. Один из первых примеров был автономный радиоканольный комплекс ГИПТА-2, который применялся в середине 80-х годов для охраны отдельных угрожаемых и труднодоступных направлений на границе Советского Союза. Как положительный, так и отрицательный опыт в эксплуатации данного изделия позволил определить перспективное направление данного вида спецтехника. Ну и к числу их, безусловно, относятся периметровые маскированные средства обнаружения, разработки которых я занимался многие, так сказать, годы. У них достоинство это визуальная радиомаскированность, пассивный образ действия, отсутствие сезонных настроек, независимость от климатических почвенно-геологических условий, работоспособность в воде под слоем толстым слоем снега. Нечувствительность под действием средних и крупных животных. Наибольшее распространение такие средства получили в Израиле, где они используются при охране границ и объектов, где не существует во многом надуманная проблема, так называемого манта чистого нарушителя, который теоретически, конечно, проходит такие средства, если у них нет никаких термопутных средств у себя. В городе Дубна Московской области уже более 55 лет находится фирма «Дедал», которая занимается разработкой периметровых ссылок. В свое время такие изделия, как В-12, В-14, ГИПАР, ТИВИ, ДУКАР нашли внедрение в систему охраны важных объектов и на предприятии на купленный опыт, позволяющий оценить возможности данного класса специальной техники, в том числе при комплексировании с другими типами средств обнаружения. Одной из последних разработок недавно является изделие ДУКАТ-Р в составе радиоканального сигнализационного комплекса «Термес». Оно предназначено для скрытого прикрытия пути возможного перемещения транспортных объектов, начиная от велосипеда, тачек и так далее, по феромагнитной массе, на подходе к объекту охраны. Его тактико-технические характеристики приведены на таблице, здесь не очень видно. Одно средство закрывает 500 метров, приближая вероятность, обнаружение и направление перемещения достаточно высокий. К его преимуществам опросится низкая погодная стоимость, качественные элементы, используется провод-полевка, ну и высокая сигнализационная надежность, обеспечиваемая просто хорошей конструкцией этого средства. В НПК ГИГАУ уже более 25 лет продолжается разработка периметров комбинированных средств обнаружения с распределенным чувствительным маскируемым чувствительным элементом, интегрируя магнитометрические и сейсмические принципы обнаружения. Такие изделия, как грезы 12, дуплет. Маскируем комбинированное СО, дуплет Р, в составе сигнализационного комплекса ГЕРМЕС, предназначен для обнаружения указания направления движения практически любых нарушителей. СО может подключаться к любой сигнализационной аппаратуре, обеспечивающей необходимое питание и так далее. Для комбинированного средства решена проблема осведомленного нарушителя, так называемого магнита чистого. Его достоинством является гибкая схема измерения алгоритма обработки информации. У него отсутствуют мертвые зоны, зона волюметрическая, волюметрическая и так далее. Характеристики представлены на этой таблице. Высокие сигнализационные характеристики соответствуют примерно мировому уровню. Я еще раз хочу сказать, такие средства производятся только в Израиле и в Америке. Но вот новое то, что сейчас разрабатывает Дедаль и старается донести до заказчика, это автономные изделия, которые подпитываются либо солнечными батареями, станциями, либо ветровыми генераторами. Возможно, маленькие такие шкафы участковые, которые, вот видите, канал, радиоканал, обеспечивающий дальность передачи сигнала на порядка 30 километров, в котором находятся и блок питания, аккумуляторы и солнечные батареи. Такой блок питания обеспечивает порядка 200 милливатт непрерывным конкурсуточным охраной. Завязка сейчас, поскольку сплошного заграждения у нас не предусматривается, например, на границе, даже на крупных объектах территориально распределенных, и поэтому ставятся сейчас задачи оборудования каких-то автономных постов наблюдения, которые будут выдавать соответствующую мощность не только для своего самообеспечения, но и для стыковки с другими, так сказать, системами с передачей информации по дуплексному радиоканалу. Проблемы имеются, естественно, с обслуживанием маскированных средств, но они не настолько фундаментальны, чтобы можно было об этом говорить. Анализ тактико-технических характеристик и соотнесения их с известной зарубежной информацией позволяет сделать о том, что разработанный потенциал, ну, по крайней мере, в фирме Дедал, позволяет не только решать задачи прикрытия отдельных направлений перед объектом, но и возможность их методизации. Спасибо за внимание. Я постарался быстро приложить. Спасибо.